свекровь психопатка что делать мне очень много пишут вопросов про психопатов и в частности про свекровь свекровь психопатка кто она вот в своей практике у клиентов у подписчиков я встречаю случаи абсолютно ну которые не укладываются в рамки нормальных человеческих отношений то есть это не та женщина которая как маньячка бегает с ножом отнюдь это именно бытовой психопат который вроде не представляет угрозы общества физически но съедает просто до такой степени что выпивает кровь и как будто вот он питается энергией разрушения да не как будто блин так она и есть это та свекровь которая делает все чтоб разрушить семью сына и это не истеричка которая насмотрела сериалов не скучающая на пенсии такая тетенька нет четкий рассудок холодные просчитанные схемы движения отсутствие любви эмпатии переживания жалости к тем же самым хотя бы детям или к своему сыну раз ты ненавидишь невестку но ты осы не подумай или о внуках которые остаются без отца из-за того что ты разрушаешь семью нет там нечем чувствовать нечем понимать нет любви нет жалости мои клиенты мои подписчики говорят ну как так то есть это шок у обычного нормального человека с сердцем с душой симпатии это шок как это так а вот представьте что вы встретились каким-то инопланетным существом у него другая форма жизни биоробота сердце нет и он вот берет кукол ломает он считает людей куклами он как кукла вот ему не жалко сломать чужую жизнь чужое сердце и посмотреть как она бьется то есть это не та женщина которая хоть как-то способна к логике здравому смыслу они не просто жуткие эгоисты они в принципе считают что все создан для них они имеют право делать что хотят это отъявленные манипуляторы врут и они всегда правы нет у них ни совести ни жалости ни сочувствия ни любви становятся такими ли рождается это уже тема для другого видео это страшно с таким столкнуться страшно что они очень хорошо маскируются их сразу даже не каждый специалист вычислит общение с ними очень токсично бьет по психике может разрушить человека и вот главное правило все таки с ними твердые границы очень твердые жесткие не должно быть никаких слабых мест то есть именно как спрашивают защищаться знаете свои слабые места и будьте в состоянии защиты с ними нельзя открываться нельзя идти с добротой навстречу это не та тетенька который может поистерить поревновать но потом поплакать ну ладно там невестка не нравится но я хочу чтоб сын был счастлив люблю внуков нет это не тот человек это робот без души нету человека духовного сердца представьте физическое бьется духовного любви у человека просто нет почему он таким стал или родился это уже другой вопрос другой раз это то свекровь которая от которых эти дети шарахаются не больно то любит которые могут детей против настроить или их чем-то напугать то есть после них ребенок истерит после них очень плохо ты чувствуешь что разрушают просто твое пространство тебя как бы отменяет то есть ты декорация ты кукла и пришел главный кукла вот его маменька это очень мощные манипуляторы если они конечно больше такие стероидные то есть есть во первых разная степень психопатии есть прямо сто процентов есть 8 70 30 40 есть где больше проявлено где меньше дальше что с ними значит твердые границы не давать себя вывести на эмоции не открываться не дать вывести себя на эмоции если не получается этот навык тренируется и отрабатывается вот как с тренером тренируются допустим спортзале навык защиты блокировки так психологии психологическая защита от манипуляторов тиранов садистов и отрабатывается в индивидуальной работе с тренером вот у меня допустим такая моя техника огня я и даю при работе с клиентами чтобы защищаться от таких фантастических токсичных тварей но и с такими light версиями как нарциссы абьюзеры и прочие манипуляторы практически каждый человек вот так или иначе манипулирует но не все стали разрушителями то есть психопат он питается энергией разрушения я вот общалась одним психопатом но по моим по моей вот по моим исследованиям он процентов 775 он говорит мой мир серый я вижу вот постоянно у меня на душе серый пасмурно хотя он позиционировал себя как один допустим из гуру духовного течения йога и все так далее и создавал около себя очень яркую харизматичную атмосферу но потом я стала замечать что какого-то нет мира и люди с которыми вот он начинает их использовать том числе девушек потом он уже пришел ко мне на терапию и у выявили очень много моментов то есть там органическое поражение мозгу было была очень сильная травма то есть много чего было намешано то есть он сам где-то понимал что он разрушает но в нем перевешивала это там было наложено несколько травм не сразу таким стал и в то же время вот он прямо испытывал наслаждение когда кого-то разрушал съедал хотя внешне было очень яркая красивая такая упаковка его сразу не считают очень умный он очень сильный был но внутри он честно признался что у него серая на душе вот дальше друзья защита от свекровь допустим если психопатка попалась анализ ваших слабых мест они есть у всех если человек говорит что у него нет слабых мест то он либо 100 заблуждается 99 процентов либо это действительно ангел как какой-то ли как-то случайно залетел к нам на землю по слабым местам бьет психопат и пробивает психопат следующее не пытаетесь переиграть не пытаетесь переманипулировать не пытаетесь его зеркали там работают другие техники приемы другие я иногда вот не до каждого человека и могу донести видимо человек действительно в шоке он столкнулся по сути с инопланетной формой жизни это внешне да вот кто-то смеется рептилоиды рептилоиды я говорю что тут не каждый сумасшедший он таковым является просто он увидел может быть больше что ему там его психика может выдержать и вот так психика интерпретировала и действительно вот рептилии холодный присмыкающиеся бездушные допустим эти холодные глаза психопата часто выдают глаза они могут быть либо пустые либо очень сильный пронизывающий взгляд но он некомфортный то есть часто это сила ощущается со знаком минус глаза действительно зеркало души теплый добрый на полную любовью человек у него тепло от глаз идет психопата выдают глаза какой-то дискомфорт и вроде внешне такой весь конкурту упакованный а какой-то дискомфорт может выдавать здесь важно себя слушать часто интуиция не врет тело не врет вроде бы все а а а твое тело как-то реагирует с очень много факторов как услышать и главный смочь от него защититься чем раньше вычислиться тем быстрее защититесь но они очень хорошо приспосабливаются очень так что делать вот основная проблема что делать с мужем который ведется на свою мамочку если вы увидели черты психопатии свекрови если уже не пера смотрите видео и понимаете что свекровь нездорова но здесь опять же вот сложность психопатии психоспатоз патология души но интеллекта сохранен разум сохранен это не другой душевные расстройства у которых там расщепленные сознания смаз нет интеллект сохранил вот что страшно а любви нет эмпатии нет сопереживание то что делает она с людьми даже животные сочувствуют другому всегда но сочувствуют то что она сделает человеком это страшно альтруизм какой там я вас умоляю там просто эгоизм человек который питается энергией разрушения часто бывает что делать когда муж то мамочку слушает и не видит этого можно достучаться можно сделать сложно бывает можно путем определенных правильных действий запастись терпением у меня под ссылочкой ссылка на программу где ей помогаю женщинам невесткам решить вот эти проблемы со свекровью ведь треугольник да вы муж свекровь тут сложно достаточно шаг влево шаг вправо очень непростая ситуация я под нее сделала программу результаты классные записывайтесь дальше ребят добавляйтесь ко мне в инстаграм там я начала выкладывать серию статей про психопатов потому что приходит очень много вопросов поделитесь в комментариях сталкивались и крови психопаткой меня зовут юлия новикова я женский коуч автор бестселлера свекровь и невестка мир или война до новых встреч